Дорогие друзья, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. И, конечно, сегодня разговор, поскольку сегодня сентябрь, начался учебный год, поэтому и наша сегодняшняя встреча, и разговор с педагогами и о детях, о воспитательной работе и обо всём, что помогает нашим детям развиваться. Но в первую очередь я хотела бы напомнить нашим радио- и телезрителям о том, что мы недавно отметили День города, день рождения нашей столицы, нашей республики. И в преддверии этого праздника мы планировали вручить памятные знаки нашим дорогим ветеранам. И я вот попрошу показать сегодня в эфире с огромной радостью, я хочу сказать о том, что памятными знаками Союза женских организаций России награждаются медалями дочерям отчизны, наши дорогие ветераны, участницы Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Клуб боевых подруг Катюша» Фёдорова Раиса Васильевна, Ефремова Валентина Васильевна, Коптелова Лилия Николаевна. Дорогие наши ветераны, мы желаем вам здоровья, энергии, бодрости. И сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Гончарова, исполняющая обязанности заведующего детского сада номер 27 «Кораблик». Можно минутку ещё у вас возьму? Я хочу слушателям напомнить, что мы будем уходить два раза на рекламу, на короткую, и у нас будут ещё гости, ещё гости и третьи гости, любимец всех женщин нашего города. Не будем пока раскрывать его имя. И вы можете присоединяться к нашему разговору с нашими гостями по телефону прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Ну сейчас, конечно, Елена Юрьевна наш главный гость, и всё внимание ей. Да, ну и, конечно, поскольку мы говорим о детях, о воспитании, о развитии, о проектах, которые помогают нашим детям развиваться. Сейчас я очень хочу попросить Елену Юрьевну рассказать о проекте, который получил очень большой такой, вызвал большой интерес, во-первых, у детей и у родителей, и рассказать об этом проекте, который стал одним из победителей всероссийского конкурса. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, ведущие. Я хочу в первую очередь поздравить всех с началом учебного года и пожелать нашим юным воспитанникам, нашим юным гражданам и их родителям, чтобы этот учебный год принёс им только позитивные эмоции, новые знания, новых друзей. Ну, как вы знаете, цель любого дошкольного образовательного учреждения это всестороннее развитие личности с ранних лет. И наша задача в первую очередь раскрыть таланты, способности детей. Но сейчас приоритетное направление это, конечно, воспитание. Поэтому ключевой задачей детского сада стал не только создание условий для саморазвития и самореализации ребёнка в разных видах деятельности, но и привитие ему норм нравственности, духовности и культуры. И данное направление у нас красной нитью просто проходит по воспитательно-образовательному процессу. И сейчас очень отрадно нам, что в городе стали появляться такие важные, очень интересные проекты для дошкольников, реализующие воспитательные задачи. И вот один из этих совместных проектов как раз это проект некоммерческой организации Лиги женщин и управления образования города Якутска, в частности, трёх детских садов. Это детский сад номер 5 «Радуга», 27 «Кораблик» и 102 «Подснежник», который был проведён у нас в октябре 2020 года. Он был приурочен десятилетию детства в Российской Федерации, столетию дошкольного образования в Республике Сахати, Якутия и году поколений в городе Якутске. В нём приняло у нас участие 118 воспитанников. Это, конечно, безумно большое число. Причём из них 112 детей — это были неорганизованные дети, которые не посещают дошкольные учреждения. Что для нас очень важно, что мы привлекаем детей, которые сейчас находятся в стенах своего родного дома, с мамочками, папочками, что они могут пообщаться с друг с другом, получить какой-то воспитательный момент. А вот о чём проект? Вот я уже подхожу, Антония Степановна, к этому. Да, и самое главное — это дети ОВЗ. Основная идея у нас проекта, конечно, была направлена на разработку и внедрение новых инновационных технологий для детей дошкольного возраста по ознакомлению с красотой нашей малой родины. Это наша прекрасная республика, наш шикарный город Икутск, который с каждым годом у нас всё становится красивее и красивее. И знакомство с талантами и традициями родного народа, уважение к людям, любых национальностей. И это всё было организовано очень интересно посредством веб-квеста, когда дети у нас сначала изучали интересный материал, проходили видеоэкскурсию, просматривали. Всё было в рамках доступных для их возраста изучению. Потом они отвечали на вопросы у нас, интерактивные, тоже очень интересные, красочные, с иллюстрациями. То есть это всё было без слов, чтобы дети делали это всё самостоятельно. И в конце, самым итогом, было очень интересно это создание маленького, раскрыть маленький секрет столицы, который знают только они сами. Самое интересное и самое важное, что по их мнению, это снять маленький видеоролик о памятнике, о каком-то человеке, о каком-то здании. Это о чём-то очень интересном, что и поделиться им со своими друзьями, соседями. И я хочу вам показать один из этих роликов. Это ролик победителя. Одного из победителей. У нас было награждено при этом 60 детей. То есть первое, второе, третье место плюс номинации. Один из победителей – это Булкина Настя, воспитанница детского сада «Искорки». Номер 84. А хочешь, я тебе покажу? Давай! Вот он! Вау! Этот самолёт называется «Кобла». Вау, Кобла! Вау, Кобла! Здравствуй, дедушка, лётчик из Сибири! За каждый наш счастливый час спасибо доберетным солдатам! Лишка сегодня был самый лучший день. Я узнала, что в Якутске есть самолёт по имени Кобла. И там летал мой папа-дедушка. Он герой! Это к 9 мая были приурочены, да? Нет, это было вот приурочено, получается, к году поколений, который проходил в городе. Просто свободная тема, да? Да, была свободная тема, но так как было 75-летие победы, да, у нас были, получается, некоторые ролики касательно именно военной техники или памятников, которые посвящены у нас Великой Отечественной войне. Но были у нас памятники и бездомным животным, и про аэропорт дети рассказывали, и дети рассказывали у нас, и про маму Антёнка рассказывали, про какие-то музеи. Я, поскольку была членом жюри, поэтому я видела видео, где показали Эйфелевую башню. Оказывается, у нас в Якутске есть мини-копия Эйфелевой башени. Это вообще очень интересно, конечно. Такие трогательные ролики. И сегодня я попросила Лену Юрьевну рассказать об этом проекте, как в качестве, может быть, быть обмена опытом. Может, кому-то будет интересно реализовать этот опыт у себя в школе, ой, в дошкольном учреждении. И, кстати, в этом году проект продолжается. И он будет уже называться как? Он будет также называться, мы хотим оставить, это как стало брендовое у нас уже название, детские секреты столицы, но мы добавили слово будущего, потому что он будет касаться у нас инженерного образования. Мы сейчас увидели желание детей в развитии технических своих навыков. У нас появилась робототехника, у нас появилось инженерное образование в детском саду. И поэтому мы хотим запустить в этом году именно этот данный проект, чуть-чуть с новым названием, детские секреты столицы будущего, который будет направлен на развитие инженерных навыков у дошкольников, так как обучение и техническое творчество, оно способствует воспитанию активности у детей, увлечению своим делом. И они будут обладать у нас инженерно-конструктивным мышлением. Мы надеемся, что в этом году у нас примут участие еще больше воспитанников и их родителей. И им понравится этот новый формат, который мы им будем предлагать. А какие подарки были тем, кто победил в этом конкурсе? Ведь это тоже является стимулом. И тем более речь о детях. Подарки у нас были очень хорошие. Во-первых, у нас были разработаны грамоты в таком красивом именно стиле, где был у нас острог на заднем фоне, да, фоновым рисунком. Во-вторых, все дети у нас получили комплекты, победители получили у нас комплекты робототехники, не робототехники, извините, лего, большие, красивые. У нас также были в номинациях представлены книги, причем книги безумно шикарные, хорошие, напечатанные у нас в Якутске, да, которые для меня стали тоже откровением и очень интересным. Называлась она, что мы живем в холодильнике. Там прямо написано, почему наши дома стоят на куриных ножках, почему у нас деревья не очень высокие, как в России. Я думаю, что в иллюстрациях это все было детям очень хорошо показано и рассказано. Режиссеры нас торопят, мы сейчас должны уйти на короткую рекламу, и мы благодарим Юрину Юрьевну за участие в нашей программе, а в следующем блоке нас ждет встреча с новым гостем. Оставайтесь с нами и не уходите далеко от эфира. Дорогие друзья, мы вернулись в прямой эфир. Вашему вниманию программа Якутск сегодня и в нашей студии вторая гостья. Это педагог-психолог Мархинской школы номер один Екатерина Петрова. И я передаю слово своей сведущей Антонине Степановне. И дальше мы продолжаем тему воспитания, обучения. Начало учебного года. Что интересного учителя готовят в этом сезоне для своих воспитанников, учеников? Да. Ну вот, этот год объявлен главой республики, Асен Сергеевичем Николаем Годом, здоровья в республике. И я точно знаю, поскольку детский подростковый центр и Мархинская средняя школа номер один давно и плодотворно, эффективно сотрудничают. И мы были участниками на одном из мероприятий, больших мероприятий, посвященных Году здоровья. Это фестиваль здоровья «Мы инвестируем в будущее». И я вот Екатерину Анатольевну хотела бы попросить рассказать об этом проекте вашей школы, потому что сегодня у нас эфир такой о полезностях, обмен опытом и с интересной информацией. Вот фестиваль здоровья вы как часто проводите? Вообще первый раз это было? Вообще что там происходит на этом фестивале? Ага. Так, ну фестиваль, фестиваль мы проводим уже велика традицию в нашей школе, да? Вот, на которой вы посетили фестиваль. Получается, это был наш второй опыт, первый опыт был. Фестиваль, фестиваль был «Семья, мы инвестируем в будущее», да? Но мы этот, получается, фестиваль проводили на базе нашей школы, и участниками были все участники образовательного процесса, то есть родители, дети, педагоги, да? Второй наш опыт, получается, фестиваль здоровья «Мы инвестируем в будущее», да? Получается, оно проходило по трем площадкам у нас. Это психологическое здоровье, физическое здоровье и финансовое здоровье, да? И по трем площадкам мы, получается, охватили уже всю Марху, да? И базами были три школы. Наша школа Мархинская, первая школа, вторая Мархинская школа и 32-я школа были. Охватили более двух тысяч участников уже, и также прямые трансляции онлайн тоже были. Вообще про Марху говорят, что это такое вот отдельное государство, что у вас там вот своя жизнь кипит, и во многом вы прям там даже первее, чем Югусск, чем город. Насколько это правда? Ну, возможно… Ну, судя по тому, что вы рассказали, да, уже… Да, возможно, где-то правда, действительно, да? Ну, вот мы специально проводим такие вот фестивали, да? В этом году, вот, мне даже рассказала еще, мы планируем фестиваль спорта провести, да, у нас в планах, получается, да? И, получается, именно привлечь внимание общества и государства, да, к этим проблемам молодежи в пригородах мы хотим. Потому что у нас в Мархе, это… там растет именно трудовая молодежь, да? Вот мы воспитываем именно трудовую молодежь. И вот хотелось бы как-то на них обратить внимание, и вот инвестировать именно в них, получается. Ну, вот это же здоровье, это же психологическое здоровье, финансовое здоровье, да, физическое здоровье. А как это трудовая молодежь, ну, другая, чем в столице молодежь? Ну, немножко, да, отличается. Расскажите, чем? Отличается, чем, да? Да, да, как сказать, ну, они, получается, да, там преобладает более аварийный жилой фон, да, там недостаточно хороших спортзалов, да, то есть все равно отдалю… Они, пригороды, вообще отдалены от города, то есть автобусы по расписанию ездят, да, не каждый может себе позволить даже выехать в какие-то, вот, да… Трудовая в том смысле, что более тяжелые условия и в этом смысле, чем у тех, кто живет в столице, там, в доступе, да, учеба здесь… Да, и вообще нет агента социального доступа, да, социального доступа вообще нет там, получается, да, и, то есть, как сказать, они себя, меньше условий для развития в них. Да, возможно, поэтому столько много людей приходит на вот эти ваши мероприятия, да, вы большую охватываете, большую численность молодежи, потому что особо-то и пойти, можно сказать, что некуда. Некуда, да. И ценят вот такие мероприятия. Да. И, в принципе, вы охватили, смотрите, очень такие значимые, да, инвестирования, здоровье, спорт, сферы. Да. А я хочу еще добавить, да, что в этом году детский подростковый центр стал вместе с некоммерческой организацией, республиканской общественной организацией «Дети солнечного мира», выиграли, стали победителями проекта «Волонтерский корпус здоровья. Рост». Мы теперь все стали волонтерами и зарегистрировались на сайте добро.ру, это всероссийский сайт. И «Волонтерский корпус здоровья. Рост» тоже будет в этом году реализовывать проекты по здоровью, по сохранению здоровья. И мы призываем всех присоединиться к этому проекту. И смотрите на странице нашего детского подросткового центра информацию, присоединяйтесь к нам, становитесь волонтерами. А что нужно делать волонтеру? Допустим, у человека есть желание присоединиться, а что его ждет дальше? Что его ждет? Волонтером, если вообще в целом волонтером. Я в этом году стала волонтером, человеком, который помогал в поликлиниках при вакцинациях. И, вы знаете, я поняла, насколько, оказывается, сложно быть волонтером, потому что... А что вы делали? Я ходила с плакатом, созывала людей в пункты, где вакцинируются, раздавала листовки с местами для желающих, где можно вакцинироваться. И также была в поликлиниках. Там есть специальная программа, куда заносятся данные о вакцинированных. А слышали, что сейчас ревакцинация нужна через полгода? Да, да, да. Будете делать? Да, нас предупредили, нас в курсе. Хватит у вас моральных сил. Я прям что-то очень расстроилась, что-то очень быстро. Через полгода? Да, да, но это как-то хотелось два года уже. Ну, кстати, вакцинацию по гриппу мы же вообще сезонно проходим. Поэтому я как-то к этому вообще спокойно отношусь. И, ну, я такой вот, наверное, ребенок еще в советские времена. Ну, вот еще нужно ревакцинацию сделать от ковид и еще от гриппа. То есть это несколько прививок получается. Две от ковид и одна от гриппа. Поэтому я как-то под этой информацией немножко скрустнула. Ну, мы педагоги, поэтому у нас особая, наверное, ответственность социальная перед детьми в первую очередь. И, конечно, я благодарна, Светлана, вам за то, что вы, ну, как бы, вот мы сейчас поговорили об этом. Потому что здоровье-сбережение, то, чем занимаются в Мархинской школе, проводя фестивали. Детский подростковый центр проводит и создает волонтерский корпус, в котором объединяются разные учреждения, разные специалисты. И для того, чтобы проводить в разном формате мероприятия для детей разного возраста и родителей. А вот на этот сайт волонтерский там есть возрастные ограничения? Нет. От скольки лет могут прийти? Добро.ру, то там нет возрастных... И ребенок может прийти даже. Да, но там единственное, что с 14 лет. И можно пройти обучение, стать волонтером, зарегистрироваться и участвовать во всех мероприятиях, то, что вам на душу ложится, как говорится, да, в тех акциях, которые проводятся вообще по России в целом. Просто на сайте выставляется информация, в которой может уже человек принять участие? Да, и также вы можете, став там зарегистрированным участником, волонтером, вы получаете электронную книжку и можете сами инициировать акцию социальную, которую мы можем подхватить и включиться в ваш проект. Надо же. Да, поэтому всех призываем подключиться, зарегистрироваться и на мероприятиях, и в акциях участвовать. Это очень интересно, быть в гуще событий. А какие еще мероприятия, кроме раздачи, допустим, буклетов или приглашения на какие-то мероприятия, поздравления? Например, я была, участвовала в акции, вот там на добро.ру, участвовала в акции против курения. Это был эфир у нас тут, а также я поучаствовала в однодневной акции, которую проводили в городе Истра, по-моему, активисты, волонтеры. А как вы поучаствовали, онлайн? Это, нет, участие может быть таким. Например, я написала пост о вреде курения, о том, что люди бросаете курить, и разместила этот пост на странице в Инстаграм у себя. Поэтому... То есть это тоже такой волонтерский жест? Да. Тогда я тоже немножко волонтер. Я часто размещаю на своей странице пост о вреде курения. Но вы не зарегистрированы, я вот рекомендую все-таки зарегистрироваться. Очень хорошо это для детей-подростков, для родителей, для взрослых, вообще для всех. Почему? Потому что для детей, для подростков это такой хороший бонус, хороший плюс, показатель его активности, такой публичный показатель, да? Который учитывается при поступлении на учебу, который учитывается для молодых специалистов при поступлении на работу, потому что там все видно, как реально человек участвует в общественных... Добавить себе статусности можно? Да. А вот если говорить о Мархе, да, вернемся, то там ведь, вы правильно сказали, не так много досуга для молодежи и школьников. Ну, соответственно, у нас когда идут за тем, зачем проще идти, это и курение, и распитие алкогольных напитков, и я сама знаю, что, я живу на окраине, и сама знаю, что на окраине это как-то заметнее. Вот как раз об этом, да. Также я состою в команде проекта «Отрезвость. Норма жизни». Наш проект победитель во втором конкурсе «Предоставление грантов Президента Российской Федерации» и руководитель нашего проекта Лена Байшева. Ты известный человек в республике, автолюбе. Наш проект, он вообще нацелен на повышение социальной ответственности жителя микрорайона, вот именно Мархе мы хотим охватить тоже, вот получается, через детей, через родителей, через педагогов, да, вообще через население. Екатерина Анатольевна, спасибо вам большое за участие в нашем эфире, за то, что рассказали о проекте в вашем поселке. Желаю, чтобы у вас как-то... Желаю вам удачи, спасибо. Жизнь налаживалась, хотя от нас это сейчас мало зависит, но пожелания мало ли. Да, и педагоги, они такие. И мы сейчас войдем на рекламу, на короткую, и совсем скоро вернемся, и у нас есть третий гость. Раскроем интригу. Да. Спасибо за внимание, всем оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Вашему вниманию продолжается программа «Якутск. Сегодня» в нашей студии Антонина Титова. И еще один гость, любимец всех женщин нашего города и известная личность Александр Подгулов, бессменный руководитель общественной организации «Подросток» и председатель русской общины. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Добрый день. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я передаю слово Антонине и буду где-то вкрапляться в ваш разговор. Ну вот, сегодня мы говорим о том, что сентябрь – это месяц начала учебного года. Мы все очень ждали сентябрь, первое сентября. И сегодня мы говорим о тех людях, мы говорим о проектах, которые помогают детям развиваться, познавать что-то новое. И вот сегодня Александр Григорьевич у нас сегодня, у него в качестве общественника, в качестве председателя общественных организаций «Подросток» и «Русская община» это общественные организации, которые выиграли разные проекты, направленные на, в общем, очень интересные, о которых Александр Григорьевич, я прошу вас рассказать. Кстати, в некоторых из этих проектов я участвовала тоже. Еще хочу дополнить, счастливый дедушка, мы с вами в Инстаграм подписаны, я знаю, что у вас внучка пошла в школу, и вы об этом рассказали, я поняла, что это больше радость, чем... Да-да-да. Нынешний сентябрь – это особенный день. И сегодня у нее день рождения. Сегодня исполнилось 7 лет. С именинницей вас. Спасибо большое. Вот то, что перечислила Антонина, для меня в сентябре-то в первую очередь всегда был день рождения Ассоциации Подросток. Потому что 18 сентября мы всегда празднуем его с детьми. И в этом году это не будет исключением, поэтому все 18 сентября пусть подходят к подростку и принимают участие в наших конкурсах различных, викторинах, которые мы проводим прямо там в подростке. И особенно пусть подходят отличники. Потому что у нас всегда в этот день работает конкурс «Пятерочка». Вот ты принес «Пятерочку» – получи подарок. Принес две «Пятерочки» – получи два подарка. Вот такие. А, или за три «Пятерочки» подарок. Ну вот, приходите. В общем, чем больше, тем лучше. Это вот выжить по проспекту Ленина, там же где и были. Да, проспекту Ленина, 42. Все туда же. Так у вас тут сколько людей-то сбегутся? Сбегаются, но тут сразу надо поблагодарить. У нас есть меценат, наш друг Варакин Максим, фирма «Гонза», которая постоянно нам предоставляет подарки. Кроме этого, нам и очень часто помогает феоктистов Максим тоже, да? И часто нам помогает ИП «Лапидус». Вот это наши друзья, которые всегда нас стараются обеспечить на этот день призами и подарками. Так что приходите 18 сентября, дети, а родители сообщите своим детям, которые учатся. А те, кто родился 18 сентября, тоже могут подойти. Тоже могут рассчитывать на какие-то подарки. Да, на какие-то подарки, потому что мы всегда делаем подарки для тех, кто родился 18 сентября. Любого года. Это прям очень хорошо. Как здорово. Ну, а теперь вот всё-таки я хотела вернуться к проекту «Опята». 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 Название такое хорошее. Прямо вот о чём это проекдание. Да, ну «Опята» — это мы так сами называем. Это так называется наш клуб опекунских семей. «Опята» — это где бабушки и дедушки воспитывают своих внуков. А это не про грибы, я что-то. Да, является опекунами своих внуков. И вот у нас есть такой клуб, он уже существует почти 20 лет. И там у нас опекунские семьи. Вот на фотографии это что? Это вот как раз проект опекунских семей, который грант закончился вот в августе. Грант президента России. И именно посвящён вот этому проекту. И у нас здесь с детьми занимаются. Ходят в театр, выезжают на природу. Посадка деревьев. Посадка деревьев. Занимаются с ними, учат их рисовать, делать подделки. Ходят с ними в театр. Вот видите, на каток. И вот в течение года у всего гранта постоянно занимается развитием детей опекунских семей. Потому что всё-таки бабушкам и дедушкам это в помощь им гораздо приятнее и легче приводить к специалистам, чем уже самим учить каким-то современным вещам, которые уже, к сожалению, в нашем возрасте вы отстали. Ну и не все умеют научить ребёнка рисовать, писать или ещё чего-то. Поэтому мы им в этом помогаем в развитии детей. Вот этот грант закончился. Следующий грант, который опять выиграл. Я уже сбился. По-моему, десятый грант, который выиграла Ассоциация подросток президента России. Это экологические уроки практически. Это с детьми мы работаем. Это мы их учим экологии. Вот как себя вести в лесу, как относиться к природе. Они сами у нас выращивают, сажают семена, сами выращивают. Вот если вы подростка видели там цветы, это вот сами дети выращивают, сами дети эти цветы сажают, за ними ухаживают. Ну и кроме этого, они выезжаем в лес, учим детей, чтобы они не сорили. У нас есть вот по Покровскому тракту, там есть за Владимировкой, куда люди постоянно ездят отдыхать. Вот мы раз в неделю с детьми туда выезжаем, проводим с ними соответствующие конкурсы викторины. Ну и заодно прибираемся за якутянами, которые говорят, что собирайте все в мешки, не разбрасывайте по лесу. Но наши земляки не все это понимают, поэтому дети за ними там убирают. Это же как-то не очень хорошо взрослые насорили, дети убирают. Нет, с одной стороны нехорошо, но с другой стороны, зато эти дети, мы точно уверены, что они теперь будут, когда они будут выезжать. Они это точно сорить в лесу не будут. Поэтому это в какой-то степени и профилактическая часть. Вы не устали? Дети же требуют вообще огромного внимания и такой активности. Вот столько лет вот в таком режиме. Не, ну вот тут надо сразу сказать, да. В подростке очень многие ордена вешают мне. Хотя на самом деле эти ордена со мной должны делить и даже больше получать такие, как Наталья Геннадьевна Ким, Лариса Александровна Подкоулова, Александра Антоновна Антонова, Светлана Ивановна Вахрушева, Марина Сергеевна Аман. Вот это они делают. А я вот об этом хорошо рассказываю. Ну тогда ладно. Ну иногда они прислушиваются к моим идеям. Ну все равно не прогоняют меня. Но берегут вас. Приглашают, да. Такой главнокомандующий получается. Женский батальон у нас. Поэтому, конечно, это заслуга вот этих замечательных женщин, которые этим занимаются уже не первый раз. И вот мы хотели бы вот в эфире поздравить их всех с наступающим днем рождения, с наступающим праздником 18 сентября. Да, спасибо большое. Да, и я вот еще хотела пока вот еще время есть, чтобы вы успели рассказать о моем любимом проекте. Ага. Вот. У нас первый проект, который мы победили, гранд-президента России, это был русский поэтический календарь. И мы во время его проведения поняли, что он очень понравился якутянам. В нем участвовали дети, взрослые, разные возраста люди. И мы решили как-то это продлить. И мы придумали другой грант. И выиграли грант главы республики, который называется русско-якутский детский альманах. И здесь мы рассказывали и читали совместно, и делали большое количество мероприятий о русских писателях и поэтах и якутских. И вот буквально последний у нас, 10 числа у нас состоялся посвященный Гайдару в поселке Табага. Вот. Ребятам очень понравилось все. Вот. Но можно говорить о многих. Но мы многие вещи заметили, что, к сожалению, конечно, наши дети не все знают наших поэтов. И не русских, и не якутских. Вот есть такие у нас проблемы. Но что порадовало, с другой стороны. Вот мы вместе с общественной организацией Устумсу провели вот одно мероприятие, посвященное поэту, писателю народному Табурокову. Я думал, ой, ну хорошо, если 100 детей примет. А их приняло более 700 человек. И нам пришлось дополнительные деньги привлекать уже, помимо грантовых, чтобы всех детей наградить и грамотами, и победителей. Видела вас вместе с представителем этой организации в программе Евдокии другой разговор, да? Да, 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 да. Да, были вместе. Вот это одно из отличий, наверное, вы же можете отследить поколенческие сегодняшних детей, что они не так хорошо знают. Какие еще отличия с теми, кто были 30 лет назад? Нет, ну, конечно, мне как дедушке и папе, конечно, обидно смотреть, что наши молодежь, ну, на самом деле, не знают таких писателей, как Паустовский, например. Даже не знают, что этот человек три раза номинировался на Нобелевскую премию. И мы про него ничего не знаем. А когда я ходил и спрашивал про братьев Семена и Сафроны Даниловых, мне было печально, что ни один из ребят до 20 лет так и не назвал ни одного их произведения. А ведь они жили-то здесь недалеко. А Рженикидзе, то есть проспект Ленина, 38, и там висит о том, что они здесь жили, а мы не знаем о них. Я вот филолог, и ты же могла бы и не ответить на какой-то из ваших вопросов. Нет, ну, про книги, понимаете, вот всё-таки братья Сафроны Даниловы, один из них является заслуженным работником культуры Польши. Вот, надо отдельный эфир сделать, потому что у нас остаётся уже полминуты до конца эфира. Да, и вот я желаю вам таких больших, хороших, интересных проектов как можно больше. На благо нам. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу работу и за то, что пришли сегодня в нашу студию и рассказали о том, как она проходит. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание и хорошего всем дня. Читайте, знаете, писатель и поэтов, да, порадуйте Александра Григорьевича. Сейчас мы проехали. Да. Уходим. Продолжение следует.